Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача Куншуах и с вами я, ее ведущая, Лаура Бекпулатова. Наступила долгожданная пятница, сегодня у нас 12 февраля. И что же может мотивировать вас в этот день за вкусным обедом? Ну, конечно же, наша солнечная передача, где вы можете полностью расслабиться, зарядиться положительными эмоциями, ну и познакомиться с интересными людьми нашего города. И сегодня наша передача не исключение. Оставайтесь с нами и будьте на позитиве! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Лянга Тилгу. Вот слева от меня сидит Жарас, он потом покажет, он занял первое место по этим играм. Это значит Бррлек, потом Жиздып, вот это все он может делать. И с ним занимается его отец, и непосредственно я, конечно, всегда на связи с его отцом, и в данное время мы опять же на карантине и так далее, но все равно через вот этот телефон мы выходим, и он нам показывает буквально, потом, в прошлом году еще было 75 лет Великой Отечественной войны, на 9 мая, опять же Культпроцвета Объединения, в главе директором Тухома Амбетовым, Сергеем Конваровичем и Беклим Миром Галевичем, Анна Аргутса Арундыхна, нам скинули положение, на 75-летие дети должны были собрать 75 асыков, и вот буквально где-то, это где-то в марте мы объявили, это положение выставили, и дети начали собирать. Это была трудоемкая работа, опять же я связался с Зарасом, там много детей было, Досум был, Ислам, все мы начали собирать, 75 асыков, и опять же это все было через онлайн режим, они дома нам показывали свои игры, что они там сделали, 75 асыков на 75-летие Великой Отечественной войны, после этого они дома также показывали все игры, ну асык играет там много видов, это асарату, это бесасы, там по им, кумар, вот разные виды игры, ну некоторые из них может показать Жарас, после вот бесасыков, буквально где-то неделю назад у нас опять же коммуникативный центр Уркен организовал соревнование, которое называется бесасык. В этом бесасыке участвовали не только клубы, у нас 17 клубов, 4 коммуникативных центра и Жасарпак еще, вот в этом соревновании участвовали не только дети, но в нашей области, даже мы когда в Инстаграм и Фейсбук скинули, с Балхаша участвовали дети, отец и вот... То есть всей семьей принимали участие. Да, вот как раз его показывают, он с Балхаша, вот мы связались с ним, помимо того, что я являюсь руководителем кружка Алтынстаха, я состою членом, являюсь членом сообщества отцов Казахстана, и вот через телефон мы связались с Жмагиреем, он выставил своего сына и через вот этот, через онлайн режим он показал нам видео, я вам скидывал видео, полностью показал, как играет бесасык, и он занял там именно национальный одет, национальный костюм, вот этот кибетеек, вот это все, и он занял как бы по этим, по одежде, национальной одежде первое место, как бы номинация такая была, вот. И помимо этого еще участвовали в других областях, это с южных областей, и в данное время вот это наше, как бы сказать, ассарату, который я сейчас, я говорю, я возражаю, это не я возражаю, я возражаю, вся область почти, помимо моего кружка есть еще в других клубах кружки, просто я в этом, в Атомеке народ, поэтому здесь я открыл. И вот впереди идет Наурз Мирама, мы тоже планируем тоже провести какие-то мероприятия, посвященные к Наурзу, это опять же будем показывать игры национальные, ленго, чаю, ростов, война, вот это, бесстасы, все это будет доминировать. Спасибо, Бекет Утибович, скажите, пожалуйста, может, вы тоже дополните, мы видим, что вы тоже, да, в своем кружке именно делаете акцент на наши национальные, да, так же, обычаи, традиции, вот мы видим здесь и посуда, да, у вас казахская национальная, торсы, в общем, все, что, да, именно касается нас, а вот все-таки скажите, пожалуйста, вот чему учат именно детей национальные виды спорта, да, именно такие игры, что прививает в первую очередь, почему вы рекомендуете, советуете родителям так же, чтобы они отдавали детей, да, в дворовые клубы именно в эти кружки? Знаете, прежде всего, прежде всего, я думаю, что прививает любовь к нашим забытым играм, это национальные игры, в свое время, когда-то, вот я, прежде чем заняться вот этим кружком, я читал, то есть, историю, вот, в истории, там пишется то, что в то время не разрешали в школах играть, я помню, в Тоскале учился, мы на улице играли, говорят, Лянга-Тиу, потому что говорили, что это, ну, нельзя играть, какую-то болезнь будет, никакой болезни, ничего нет, а просто, ну, не хотели, чтобы эта игра была лучше, бокс, там, и так далее, и так далее, национальные игры как-то не агитировали, вот, в данный момент, вот, вот эта игра возрождается, и дети с удовольствием играют в эти игры, у меня буквально где-то за 10-15 дней где-то было уже где-то 15 детей записались, они с удовольствием, хотя Асыков и Екатерина, они заказывали поселки, обычные же поселки, покупали они 75 Асыков, с удовольствием участвовали, у нас много, где-то 15 клипов, где-то двухминутные, вот, поэтому я думаю, что прежде всего любовь к нашим народным играм, потом, чё-то физически они развиваются, и всё равно двигаются, бегают, развивают мышление, так же, да, мышление, вот, как бы, все время. Ну, и в первую очередь отвлекает от интернет-зависимости, это очень важно. Да, да, и самое главное, когда лягают, это очень тоже трудоёмко работаю, это не каждый, я вот дома хотел потренироваться, ну, я в детстве играл, а здесь мне как-то уже... То есть не каждому это дано. Да, не каждому это удастся. Спасибо. В общем, теперь, что вы можете так же наполнить о своей работе? Много ли у вас детей тоже ходят? Да, 8-9 детей приходит, почти 10, да. Ну, особенно мы мелками работаем, да, иногда гуашью по национальности. Это дети сами нарисовали? Да, сами нарисовали, да. Красиво очень. Восковые мелкие, там, разные, этот, карандаши использовали, да, пастельные мелкие, особенно гуашь. Ну, как-то стремятся более творческие, чтобы в картине как все ярко было, красочно, да, чтобы движение было, да, там ласточки вот нарисовали, они как двигаются, да, показали все это-то, ну, свое, это-то... Какой контингент ваших детей? Много ли приходит именно возрастные? Есть ли какие-то ограничения? Ну, школьники, да, после школы, да. Ну, они с интересом рисуются, да? С интересом, да. Вы проводите? Ну, я особенно этот, как-то свободно, это время, да, и вот, да, не обязательно там тема одна, более своей, этот, на своей фантазии? На своей фантазии, да. Вот я слышала, что у вас проходят всякие там выставки, мероприятия, вот вы принимаете участие, выставляетесь тоже со своими работами? Да, да, да. Участвуют дети в конкурсе рисунков, например? Занимают также призовые места? Ну, участвуют. Участвуют, да. Спасибо. Давайте теперь предоставим слово вашим воспитанникам, мальчики. Кто из вас первый начнет? Это у нас Жарас. Возьми, пожалуйста, микрофон, Жарас. Мы видим, что ты держишь плянгу. Расскажи нам о себе, сколько ты уже посещаешь данный кружок, и чем тебе нравятся игры национальные? Поближе, возьми микрофон. Один год прошел. Я был уйдем, где ходил, бір жылдом беру. Осы кезгеде, день, койп орын даралдым. Я лучше вам покажу, да, сыграю. Пожалуйста. Так, давай мы с тобой договоримся, что ты будешь смотреть вон на ту камеру. Вот так повернись. Ага, лицо. К зрителям. Жарас. Ой, молодец, Жарас. Спасибо. Желток ты. Спасибо. Можешь присесть на свое место. А еще есть у тебя какое-то движение, да? Только далеко не уходи. Сюда поближе. Давай сюда встанешь. Нет, там сложный будет. Да-да-да-да. Ой, молодец. Как он ловко управляет лянгой. Спасибо, Жарас. Жарас, можешь присесть. Жарас, вот ты играешь именно в лянгу только на кружке или дома, во дворе, может быть? Так же, летом. Иди, унисим, ади-ди-ди. Иди, лянгу жёг. Я добавить хотел. Лянга, это действительно, уже раз был, когда он участвовал, лянгу участвовали, это я сделал своими руками. Она делается очень просто. Берет кусочек кожи, потом свинец. Возьмите в руки, пожалуйста, покажите нам. Может быть, родители смастерят ему лянгу, чтобы он тоже мог дома играть. Кожа, вот свинец и красная проволока. Две дырки делаются, как пувица. Одевается, и вот так здесь она фиксируется, и после этого получается вот такая лянга. Я сделал такие лянги некоторым своим подопечным, они дома тренируются. Сейчас пандемия, опять же на карантине, я всех не смог сюда привезти. Желающих было очень много, я имею в виду двух-три. Спасибо. И, по-буду, я хотел сказать, это вот асык. Когда в асык играет, есть такая у них сака, называется, как бы сказать, командир или что. Вот этим сака они выбивают это асыки. Асыки ставят туда, в кругу ставят, потом в середине ставят, черту делают. После этого там строят эти асыки, и вот такой сака они выбивают. Чтобы она тяжелая была, туда заливают, специально делают дырки, и заливают туда свинец. Вот каждый вот этот сака, вот видите, все везде залиты свинцом. И они тяжелые. Вот дети могут тоже показать. Вот Ислам. Пожалуйста, Ислам. Построй быстренько асурка. И покажи, как там играет. Нет, зараз, помоги асур поставить. Так, где он будет сейчас показывать нам? На полу? Вот, быстро-быстро, пожалуйста. Вот, безалтовый, ты говоришь? Иконы для няндан. Они еще разноцветные? Да-да. Красных, зеленых. Разноцветные, это опять же методик есть, это красным, они обычно белые же бывают, у Лаура Манжелона. Красные мы, как делали, с внуком, брали кипяток, туда ложили шлуху лука, кипятили ее, и после туда бросали вот эти асыки. Через некоторое время асык превращался вот такой коричневатый красный цвет. Она не вовсе. Далеко не уходи, пожалуйста. Ну, покажи, скажи. Угу. Молодец. Зараз, ты покажи. Быстро-быстро. Она науками. Все, давайте поаплодируем. Молодцы, ребята. Можете присесть на место. Мы хотим поблагодарить вас, Бекет Мутепович, за то, что вы сегодня пришли, рассказали нам о своей работе, поделились именно своими успехами, достижениями. И хотелось бы, конечно же, пожелать вашему клубу только процветания и побольше вот таких талантливых и способных детишек. Спасибо. Я добавлю, я хотел сказать, что Атомикен-клуб находится на остановке Гагарин, не ошибетесь, есть аптека там, во дворе, наш клуб Атомикен. Там 4-5 кружков, если придете, мы еще какие-нибудь кружки. Добро пожаловать. Двери? Двери, свидетель, открыты. Спасибо еще раз. С 9 до 6. Дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу передачу. Вас ожидает встреча еще с одним интересным гостем, так что не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Уже пытаюсь более открытым быть. То есть до этого ты постоянно скрывался, не хотел попадаться на глаза из-за того, что ты не такой, как все. А после того, как тебе предложили выступать в качестве модели, ты уже стал более такой раскрепощеннее, общительнее. А вот кто тебе впервые предложил именно стать моделью? Когда это произошло? Это вот произошло в том году. Для начала мне давно уже предлагали, типа, ну, давай с тобой откроем инстаграм, заведем тебе инстаграм, будешь моделью. Но я как-то не хотел, все равно у меня было, я очень стеснительный, и как-то для меня это было что-то другое, я не хотел. А потом я решил попробовать уже в медицинский колледж, когда поступил, с школы я закончил. И вот думал, открою инстаграм. Открыл инстаграм я, туда я выкладывал фото тоже. Ну вот эти фотографии, да? Да. Нет, это уже позже сделано, до этого первые были. И затем меня нашла фотограф, уже профессиональный фотограф, а она меня нашла. Я дома вот лежу просто, и мне вот ребята все скидывают, есть группа у нас в ВКонтакте, ищу тебя в Уральск. Вот, мне скидывают ребята, вот тебя ищут, попробуй. И сразу все скидывают, а я, я ее взял и написал, вот, вот, она меня пригласила на студию. Первая фотосессия прошла, но я очень стеснительный был, как-то закрытый, не мог как-то раскрыться, вот, нет, это уже попозже. Первые фото были такие, немного стеснительный был. Ну, это чувствовалось по фотографии. Да, это прямо на фотографии. Ты не мог расслабиться. Да. Но потом я уже привык как-то сейчас, и более как-то уже лучше фотографии получаются. Вот, вот эти фотографии уже были сделаны совсем вот недавно, месяц. То есть ты сейчас уже стал более смелее, что даже можешь выступать и в прямом эфире нашей программы. Поэтому, дорогие телезрители, поддержите Евгения своими звонками. И у нас есть как раз телефонный звонок. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Я вот поняла, что сегодня две части передачи. Я вот не успела, как говорится, к первым обратиться к присутствующим. Поэтому хочу вот высказать свое мнение. Вот действительно интересная сегодня тема национальной игры «Залог здорового процветания». Вот эти национальные игры, они воспитывают уважение к национальным традициям, помогают в воспитании культуры народа, истории народа познать. Потому что что заложено с детства, оно пригодится во взрослой жизни. И вот предыдущим участникам я желаю творческих успехов в развитии и познании. А вот настоящему участнику я хочу задать вопрос. Что вот вам в жизни нравится, какие у вас увлечения? Спасибо вам за вопрос. Всего доброго. И вам всего доброго, Евгений. Помимо того, что ты студент, ты учишься в медицинском колледже, какие у тебя еще увлечения, хобби? Ну, как хобби, я вообще больше к спорту ближе. Люблю футбол, волейбол. А зимой я люблю очень кататься на лыжах. Когда учился еще в школе, я участвовал на лыжах соревнованиях, занимал различные призовые места. В основном в свободное время я очень люблю кататься на коньках в зимнее время. Посмотреть фильм, послушать музыку. А вот именно по какой специальности ты учишься в медицинском колледже? В медицинском колледже я учусь в специальности сестринское дело. Это медбрат. Я вот только первый год поступил в медколледж. Хочу вот закончить медколледж. И так как у меня из-за альбинизма, у меня очень слабое зрение, я хочу поступить, ну, закончить курс массажиста и стать массажистом. То есть у тебя в дальнейшем такие планы. Да. Стать массажистом. Спасибо. Евгения, я хочу напомнить, дорогие телезрители, еще раз, что мы работаем в прямом эфире. Средства связи указаны на ваших экранах. 28-58-69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8-3-7-2-64-15. Так, еще такой вопрос сейчас. Насколько нам известно, есть и обратная сторона такой красоты, и она связана со здоровьем. Ну, вот только что ты рассказал, что со зрением, да, у тебя проблемы. А есть еще какие-то у тебя проблемы? Да, есть то, что у меня проблемы с кожей. Ну, как проблемы. Это вот если летом выходить на солнце, а днем, то мне нельзя получать загар. Это будет как для меня, как ожогом будет. Поэтому всегда, если даже я летом днем выйду на солнце, я мажу специально солнцезащитный крем. Одеваю всегда длинные рубашки, ну, чтобы не загореть, в общем. То есть практически ты на солнце не бываешь? Да. В основном вечером вот так вот. Загорать тебя, значит, нельзя. Категорически запрещено. Да. Скажи, пожалуйста, Евгения, у тебя много друзей, с кем ты общаешься? Как они относятся к твоей внешности? Или они уже привыкли? Ну, как у всех. А чем вы занимаетесь в свободное время? В начале, как у всех людей, у большинства из них было такое удивление. Ко мне вот, типа, откуда ты? Почему белый такой? Ну, различные вопросы. Но есть друзья уже, с которыми я дружу больше 10 лет. Все привыкли ко мне в Уральске уже. Вот в этом году уже 10 лет, как я в Уральске. По идее, я сам сатрал. Я там родился, туда часто ездил. Вот. Но сейчас друзья привыкли. А вот с такими же альбиносами ты не общаешься, может быть, из других городов? Нет. Что тебе известно вообще об альбинизме? Может, какие-то интересные факты знаешь? Ты ведь интересуешься, читаешь тоже литературу? Я знаю то, что альбиносы у нас в Уральске есть. Есть девочка-альбинос у нас. В Актал есть две сестренки. То есть в каждом городе по одному два человека есть? Есть, да. Просто большинство из них тоже, как я пытаюсь... Так же, как и ты, они в тени. Да. Вот. Не хотят раскрываться, может. Ну, это тоже как-то, я считаю, особенно если маленькие дети, мне кажется, в данное время раскрыться ребенку, это, мне кажется, трудно будет. Как-то вряд ли общество воспринимет такое вот. Не все воспринимают. Но сейчас себя нормально воспринимает общество? Сейчас, да, уже. Вот ты стал, уже раскручиваешь свою страницу в Инстаграме. Сколько на данный момент подписчиков у тебя? Много? Почти 700 у меня. Подписчиков. Ну, если учитывать, что ты недавно создал страницу, это... Нормально. Нормально, конечно. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что некоторые относятся плохо, да? А вот в каком смысле? Они пишут какие-то прям в открытую тебе говорят или пишут критику в комментариях? Ну, как сказать... С какими ты вот такими недоброжелательными отзывами сталкивался? Там, ну, вот, например, когда вот... Меня начали выкладывать везде в интернет. Тингри Ньюс, в различные группы Инстаграм. Ну, были... Большинство были, конечно, положительных отзывов. Но есть такие люди, которые там, как... Они вот прикалываются, там, у них свои приколы. Как-то вот, ну, агрессивно люди относятся, в общем. Некоторые есть все равно. А вот что бы ты хотел все-таки сейчас пожелать этим людям сказать с эфира, который смотрит программу нашу? Не знаю, как тут... Больше, наверное, читать интернет, как-то открывать. Это все там есть сейчас, все написано. Просто есть люди, которые задают некоторые просто глупые вопросы. Вот как вот до этого вы задавали вопрос там, что о себе знаешь. Ну, вот некоторые мои друзья еще раньше, когда они меня плохо знали, мне рассказывали вот такие, как типа истории, что вот ты знал, что альбиносы некоторые как тут живут очень мало. То, что где-то там в Африке альбиносы вообще там отрезают руки, там ноги. То есть такие страшные вещи вам рассказывали. Да, такие страшные истории вот рассказывали. Ну, конечно, через какое-то время меня это напугало. Я прочитал в интернете про вот то, что некоторые альбиносы не доживают. Это как сказать, если вот это все зависит от кожи, если вот не ухаживать, а летом постоянно загорать, то могут быть проблемы с ней. Ну, из-за этого только можно. Ну, ты, значит, постоянно ухаживаешь за кожей. Да, постоянно. А вот перекраситься не хотел никогда? Была такая мысль, но как-то, не знаю, пока не решаюсь. Евгения, ну, у тебя очень хорошо получается выступать в качестве модели. Ты очень хорошо позируешь такие фотографии. На мой взгляд, они действительно... Вот когда мы делали фотографии. Аплодисментов. Как-то необычные кадры более. Вот эти все кадры, они были пойманы, знаете, как... Это вот модели, а в основном говорят, когда вот там нужно позировать, когда фотограф говорит, так встань, так встань. Но у меня получается более, когда я что-то делаю сам. Вот там вот, например... То есть ты не любишь позировать? Да, я повернулся там, и фотограф взял, поймал вот этот кадр. То есть какие-то неожиданные, да, снимки со стороны? Да, неожиданные кадры, они получаются более лучше у меня. То есть ты такой вывод сделал для себя? Ну вот мы знаем, что в мире модели с альбинизмом пользуются очень огромной популярностью. И ты бы хотел в дальнейшем попробовать себя в этой сфере? Может быть, все-таки ты станешь известной какой-то моделью? Да, попробовать я, конечно, хотел. Сейчас мы сделали фотографии, профессиональные, специальные уже, и выслали их уже в модельное агентство. Но на данное время мы ждем каких-то ответов пока что. А в дальнейшем я также планирую продолжать фотосессию, но все же на первом месте я поставлю, наверное, то, что я хочу стать массажистом, потому что это как профессия будет. А модельное вот это... Все-таки как хобби? Ну, как хобби я не могу сказать, это как вторая профессия моя будет, что ли, типа такого. Ну вот такие интересные предложения поступали со стороны? Тебя приглашали уже на какие-то съемки, там, скажем, может быть, не в нашем городе, а куда-то за пределы? Ну, приглашали как... в основном приходили предложения от магазинов. Это магазины одежды. То есть пререкламировать ту или иную вещь. Ну да, в основном магазины одежды предлагали. А сейчас очень много пишут мне по поводу... Также хотят взять интервью, газеты пишут. Телеканал тоже я вот... Твой телеканал, кажется, я давал интервью уже. Спасибо, Евгения. А я еще раз, дорогие телезрители, напоминаю, что у нас в гостях Евгений Ли, мальчик-альбинос. И поэтому вы можете поддержать его своими звонками, своими сообщениями. Евгений у нас впервые в прямом эфире. Поэтому я думаю, что ему будет очень приятно сейчас со стороны наших телезрителей, если вы окажете ему поддержку. Евгений, все-таки скажи, пожалуйста, какая твоя мечта в будущем? Кем бы ты себя хотел видеть в дальнейшем? Ну, вот ты говоришь врачом-массажистом. Но именно остаться здесь, в городе, или, может быть, хочешь поехать в другие страны, там, например, себя реализовать, да, свои какие-то возможности? Пока что, не знаю, никаких у меня таких прям больших планов нету. На данное время пока что только вот закончить медколледж, и все, для меня это пока что главное. Потому что немного трудно мне с моим зрением учиться на такую профессию. Спасибо, Евгений. Есть у нас телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день. Алло. Это, да, добрый день. Я бы хотел сказать Жене, что все будет хорошо. Я сам являюсь инвалидом второй группы, так что из-за болезни никто не отчаивался. Надо всегда идти вперед. И все будет хорошо. Также я хотел пожелать вашей программе удачи. Хорошо, что такая программа есть. Что вы приглашали других людей, что вы их освещаете и их показываете людям. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Вам также. До свидания. Спасибо за теплые слова, Евгений. Спасибо. Ну вот звонят наши благодарные телезрители. И, конечно же, мы тоже тебе хотим сказать, что все будет хорошо. И все у тебя впереди. Вам тоже спасибо большое, что пригласили вот такое. Ну, у нас еще есть время, пять минут, Евгений. Поэтому продолжим нашу беседу. Расскажи нам, пожалуйста, о каких-то, может быть, интересных, запоминающихся моментах в твоей жизни, вот именно связанных с твоей необычной внешностью. Даже называют тебя мальчиком с хрупкой, такой хрупкой красотой. Это так часто говорят? У тебя такая хрупкая красота. Ну, не знаю даже, как сказать это. Были ли какие-то интересные у тебя моменты, связанные именно с твоей внешностью? Можешь быть, в школе или в колледже во время, вот именно в студенческие какие-то свои? Ну, студенческие я только первый курс. Мы даже в колледж ни разу не ходили. Но в школе все вот говорят, вот после того, как этот, я уже модельный вышел, как меня начали везде показывать. И мне говорят, вот учителя, вот ребята, помнишь, говорят, ты в маленьких классах все время в капюшоне, все время, как куда-то выйдем, все время, говорит, скрыт ты был. Да, и вправду я вот раньше вообще, я прям, не знаю, как-то пытался прям капюшон накинуть и все, и скрыться, как будто. А сейчас вот, говорят, ты раскрылся, как это, неожиданно, говорят. Молодец. Как-то вот так. А вот как бы ты еще хотел сфотографироваться? Есть у тебя, может быть, какие-то вот, скажем, фантазии, какие-то желания, чтобы воплотить вот эту съемку своей мечты? Вот эти фотографии, они как идут однообразно, да? Да. Как бы ты хотел? Ну, мы с фотографом вот хотим строить фотосессию. Пока что по погоде вот у нас не получается, это на снегу. На снегу? Да. В поле прям снег, белая одежда вот, и вот хотим такой... Сам весь белый. Да, такую фотосессию хотим устроить. Потом, так, еще мы хотели, так как я люблю очень сильных животных, всех практически, кошки, собаки, мы хотим устроить фотосессию с собаками, порода хаски. У них же глаза, у меня, например, глаза, они такие более как-то фиолетово-синего цвета. Они меняются у тебя? Нет. И собаки хаски, они же тоже очень красивые, и вот мы тут они... Хотим с ними устроить тоже фотосессию. Мне кажется, будет очень красиво. То есть в планах? Да, в планах. И осуществить именно... Ну, мы осуществим это. В дальнейшем пока. В дальнейшем, да. Я думаю, что, конечно же, Женя, после нашей программы рейтинг твой повысится, еще прибавятся подписчики именно твоей страницы, и будут приглашать тебя также на съемки. Поэтому хочется пожелать тебе только успехов, удачи в дальнейшем и осуществления всех твоих желаний. Ну и, конечно, Женя, что бы ты сейчас хотел передать, пожелать всем нашим телезрителям, которые сегодня смотрят наш эфир, пожалуйста, какие бы пожелания? Успехов, самое главное, здоровья. Не болейте. Не знаю, вот как-то вкратце. Что ж, Женя, еще раз благодарим тебя за участие в нашей программе, всего тебе самого доброго, спасибо, что уделил нам время, сегодня пришел к нам в студию. Еще раз желаем тебе только всего самого наилучшего. Будьте всегда полны сил и энтузиазма, хорошего всем настроения и оптимизма. Это была передача Куншуа, встретимся мы с вами на следующей неделе в понедельник. Всем приятных выходных! Субтитры сделал DimaTorzok